здравствуйте дорогие друзья меня зовут айрат и мы с вами сейчас поговорим как увеличить прибыль в заведении на 23 процента и поле с digital какие же digital инструменты использовать и к чему они приводят вообще тема digital она такая актуальная довольно популярная но не всегда понятно какие же инструменты внедрить и какие из них будут эффективны и вообще какой получится от этого результат давайте немножко познакомимся как я уже сказал меня зовут айрат я эксперт по автоматизации работы с клиентами опыт работы более 8 лет в этой теме мы внедряем различные я работаю в команде и мы внедряем различные digital инструменты в бизнес самой главной задачей самая главная задача наша эту увеличивать прибыль мы вообще считаем что digital эта история не про какие-то игрушки не про то что там мобильные приложения там какие-то пуш уведомления потому что это модно молодежно нет каждый внедренный инструмент бизнес он должен увеличивать прибыль мы работаем в команде и соответственно мы тестируем и айтишники мы разрабатываем различные эти инструменты и мы маркетологи мы внедряем эти инструменты бизнес и соответственно смотрим какой результат они принесли если результат положительный то мы об этом рассказываем на различных маркетинговых опыт маркетинговых форумах и делимся таким опытом и с вами хотелось бы поделиться этим опытом восьмилетней практикой какие же инструменты мы пробовали и к чему они приводили можно сказать выступление некая такая пошаговая инструкция того что можно внедрять и соответственно приводить свой бизнес к увеличению там среднего человека увеличение новых клиентов удержание клиентов становится успешней и так далее ну что ж поехали а что хотелось бы вначале сказать о том то что я буду показывать это на примере продукта ну нашего продукта продукта юдс но это не презентация юдс самая главная миссия моего выступления здесь это том чтобы показать вам механики механики работы с клиентами поэтому все эти инструменты вы можете сделать у себя используя какие-то свои решения в разрабатывая свои решения просто я это буду показывать эти механики буду показывать на примере нашего продукта хорошо поехали я бы хотел начать именно с программы лояльности потому что программа лояльности выполняет задачу удержание гостей это основа основ с чего нужно начинать вообще в маркетинге потому что если не сделано успешное удержание гостя если просто внедрять бюджет в привлечение новых клиентов то так может получиться что гость придет всего лишь один раз и больше не вернется поэтому в первую очередь необходимо закрыть задачу удержания гостей а потом уже можно активно внедрять бюджеты продвижение компании чтобы каждый привлеченный новый гость оставался с вами навсегда и программа лояльности в действительности это не история про бонусы и скидки мы же все понимаем в здравом смысле о том то что гости возвращается фундаментально не потому что у них есть скидочная карта не потому что у них накопилось какое-то количество бонусов если бы я вас вживую спросил почему вы ходите в тот или иной в свой любимый ресторан вряд ли бы вы сказали о том то что но потому что у меня там есть скидка нет вероятнее всего вы бы сказали потому что мне там нравится то есть гости возвращается потому что их устраивает качество сервиса качество блюд и им там нравится поэтому программа лояльности эффективная программа лояльности должна отвечать на следующий вопрос я вот пришел к вам в ресторан а и программа лояльности должна понять а готов ли я в этот ресторан вернуться приду ли я второй раз поэтому необходимо чтобы программа лояльности поняла готов ли я вернуться то есть собрала у меня обратную связь поняла мое впечатление мои эмоции от первого посещения для этого нужно собрать обратную связь значит как-то надо меня об этом спросить понравилось ли мне готов ли я сюда вернуться здесь мы приходим как же собирать обратную связь как понять о том что ко мне там данном случае на при айрат вернется в этот ресторан надо собрать обратную связь давайте рассмотрим такие традиционные способы сбора обратной связи но при часто мы слышим от предприниматель о том что у нас спрашивают официанты то есть у нас спрашивают сотрудники обратную связь есть такой пример к вам подходит официант и спрашивает все нормально игрите самый частый ответ какой да все нормально все хорошо а в голове у гостя совершенно другие мысли гость уже все принял для себя решение что он больше сюда не вернется если даже гость все откровенно расскажет официанту скажет мне там стейк не понравился роллы невкусные и так далее вообще интерьер там грубил официант и так далее какая вероятность того что официант об этом расскажет владельцу никакая у официантов за пару сотрудников за пара они не будут доносить информацию объективную информацию до владельцев и управляющих и так далее второй момент если собирать обратную связь через отзывы отзывики или через социальные сети что здесь хорошо хорошо что это будет правдивая обратная связь люди друг другу может быть там человек постесняется рассказать всю официанту всю правду да и просто ответит чтобы официант до него можно сказать там отвязался чтобы быстрее ответить на этот вопрос но вот за веке с интернетом люди откровенны и они действительно вот за веках оставляет настоящую обратную связь но проблема заключается в том что конверсия сбора обратной связи такая менее 5 процентов то есть из 100 гостей которые к вам зайдет в заведение только пять человек максимум пойдет в отзывик и что-то там напишет пойдет социальную сеть и что-то там напишет потому что это надо куда-то зайти это надо заморочиться это надо писать и так далее то есть край то есть из 95 человек которые вам зашло в заведении 100 вы про них знать не знаете и это кстати проблема и проблема это звучит следующим образом от вас уходят некоторые гости и вы даже не знаете почему и это проблема и и надо как-то решать мы задумались над этим и протестировали все возможные способы сбора обратной связи и заметили что оказывается есть схема где обратная связь имеет самую высокую конверсию то есть из 100 человек 50 в среднем это даже такой среднем 50 человек оставлять то есть конверсии сбора обратной связи в среднем 50 процентов оставляет обратную связь то есть и 100 и у 50 как минимум будете уже знать что о вас люди думают и готовы ли к вам вернуться лучшее приложение которое собирает обратную связь оказывается это приложение такси но например мы как это работает мы прокатились на такси у нас окрывается окошко оцени обслуживание и большинство людей оставляет там оценку ставит 3 звезды 2 звезды 4 звезды 5 звезд и так далее это это настоящая обратная связь то есть людям даже не надо комментарии писать надо понимать что люди у людей сегодня времени нет они немного ленивы и достаточно просто поставить звезды и такую же схему можно применить и в любом заведении я прихожу в кофейню попил кофе и у меня в телефоне выйдет окошко оцени обслуживание она сама выйдет автоматически и я например поставил 3 звезды давайте рассмотрим такой сценарий я поставил 3 звезды что это означает это означает что гость больше не вернется что в этом случае нужно делать надо перезвонить гостю все это информация это обратная связь не публичная она доходит только владельцу заведения или управляющему все владельцы увидела 3 звезды перезванивает гости говорят суши там андрей петров там скажите пожалуйста вот вы были у нас и постоянно нам 3 звезды что было не так и гость раскрывается он говорит да мне не понравилось то то или кофе был горький и так далее и владелец может сказать слушай а давайте подарю скидку 10 20 процентов на следующее посещение ты дашь нам второй шанс действительно это косяк в каждом бизнесе бывает типа ну так получилось мы уже проводим работу спасибо вам за большое за обратную связь дадите нам второй шанс вот вам небольшой бонус чтобы вы нам дали второй шанс я вам расскажу реальный кейс о том то что некоторые гости когда с ними общаешься так они просто ну можно сказать в восторге и горит офигеть я нигде такой сервис не встречал я думаю что вы тоже такое встречали не часто о том то что если вам заведение понравилось какая-то система открыла вам окошко о цене обслуживание вы там что-то поставили владеет перезвонил и действительно люди говорили о том то что это очень круто вот это сервис и кстати важный момент большинство возвращалась то есть правильная программа лояльности в первую очередь это не история про бонусы и скидки правильная программа лояльности должна в первую очередь понимать гость вернется или нет он ему понравилось или нет потому что все в здравом смысле понимает что гости возвращается не ради бонусов и скидок будут показывать немножко цифры вот например таким способом был собрано более 10 тысяч отзывов то есть это доказывает о том то что на сегодняшний день это самый конверсионный способ сбора обратной связи и тем самым вы начинаете почти от каждого гостя понимать его впечатление о вашем заведении и эффективнее работать над возвращаемостью и и даже возвращать тех гостей которые не готовы были вернуться вот в том примере который я рассказал если человек поставил три звезды значит он не хотел возвращаться но так как мы ему перезвонили там владелец ему перезвонил поговорил с ним принципе он вернулся вот получается программа лоисти не только удерживает но еще помогает возвращать те кто не готов был вернуться это уже такой знаете более высокий уровень программы лояльности поехали дальше программе лояльности действительно существует элемент бонусной системы но надо понимать о том зачем она нужна то есть если то есть пока про обратную связь давайте запомним информацию теперь расскажем про бонусную систему какую роль играет бонусные и скидочные системы программах лояльности в первую очередь бонусная система мотивирует гостя можно сказать оставить обратную связь ну например как это обычно работает давайте посмотрим теперь весь сценарий где человек оставляет ту самую оценку приходит гость заведения он например покушал к нему подходит официант и говорит хотите скидку получить 100 рублей гость говорит да хочу скачай приложение гость скачивает приложение и там после оплаты и выйдет то окно оставьте обратную связь то есть мы рекомендуем внедрять в теме программа лояльности именно мобильное приложение не валят карты не бонусные системы по номеру телефона мы сами ну внедряем в том числе и простые бонусные системы например там по номеру телефона или валет карты мы действительно с этим работаем и мы их внедряем в том случае если предприниматель очень хочет он говорит я прям мечтал валит картах вот хочу именно их когда мы внедряем но мы стараемся внедрять именно мобильные приложения потому что с точки зрения функционала мобильные приложения они безграничны то есть точки зрения маркетинга мобильном приложении можно делать то что не сделаешь в другом инструменте при этом что важно стоимость одинаково что делать бонусную систему на валютах что делать бонусную систему на мобильном приложении стоимость одинаковая это все стоит до 100 тысяч рублей это сегодня совершенно доступные инструменты для малого бизнеса теперь У некоторых предпринимателей есть скептическое отношение Того, что там люди не скачивают Типа мобильное приложение Вот у нас там 30 миллионов скачиваний Такая общая суммарная цифра Количество скачиваний Люди действительно скачивают приложение Просто им надо сказать Зачем им нужно скачать здесь и сейчас То есть давайте возьмем два утрированных кейса Первый кейс Я вам говорю, скачайте наше приложение Там у нас есть бонусная система Вы там оставите нам обратную связь И так далее Какая конверсия будет скачиваний? Ноль Никто не скачает с таким посылом А если второй утрированный пример Я вам говорю, скачайте приложение И вы получите 5000 рублей себе на карту Или вообще наличными Какая конверсия скачиваний будет? Все скачают Все 100% скачают Этот утрированный пример показывает то, что есть ему своя цена Поэтому речевой скрипт Таким образом и звучит То есть если вы хотите гостей вовлекать в программу лояльности А лучшая программа лояльности Это та, которая сделана с мобильным приложением Потому что мобильное приложение Потом можно пуш-оведомления отправлять Поздравлять с днем рождения И даже делать вот такие окошки Которые вот здесь есть на слайде Видите? Тут разные статусы Гость, друг, лучший друг То есть такая геймификация с гостем Такие вещи можно делать только в приложении В добре можно задаться вопросом Почему крупные бренды делают приложение? Именно поэтому Потому что приложение может делать все И оно как раз и позволяет увеличивать прибыль Поэтому подходим к гостю И говорим Хочешь скидку 100 рублей? Это зависит от среднего чека Если у вас ресторан Средний чек 2000 рублей 150 рублей Где-то в практике показывает Что за 150 рублей скидки Первоначальный человек скачивает приложение Ну то есть подходим Хочешь скидку 150 рублей? Кость говорит Да, хочу Скачай приложение И конверсия скачиваний Более 80% С таким речевым скриптом Все нормально со скачиванием Поэтому не относитесь к этому скептически Все вообще в порядке Мы на себе Можно сказать Это доказали Теперь Смотрим еще раз весь сценарий Подходит официан Хочешь получить скидку 150 рублей? Да, хочу Скачай приложение Человек скачал приложение Задается следующий вопрос Ты будешь копить бонусы Или их тратить? Вот у тебя вступительный бонус Кстати, заметьте Интересное исследование Большинство гостей говорят копить Им действительно Гостям неинтересна скидка 5-10% Они не считают это чем-то особенным И гости копят бонусы Когда скидка составит 50%, 30% или 40% Это кстати еще раз доказывает Почему скидочные карты 5-10% Не работают на возвращаемость Потому что человек Не чувствует ценности А он чувствует ценность Когда скидка становится большой Когда он накопил побольше бонусов Все, человек скачал приложение Это означает, что у вас Как у предпринимателя Есть точка контакта с клиентом И следующее окошко, которое увидит человек Как в такси О цене обслуживания И все И теперь мы начинаем понимать Гость вернется или нет Вообще бонусные системы Большинство бизнесов Мы заметили Бонусные системы Это статья расхода А по факту Правильно Бонусная система Должна становиться Статьей увеличения прибыли То есть если у вас бонусная система Купил, накопил Купил, потратил Это статья расхода Можно вообще отключить Такую бонусную систему И не тратить на нее деньги Потому что по факту Не бонусы возвращает гости А обратная связь Можно сказать Поэтому если вы хотите Чтобы бонусную систему Увеличила прибыль Она должна становиться гибкой Что такое гибкая бонусная система Давайте гостям бонусы За то Что они могут сделать ради вас Что и вам тоже будет выгодно То есть стройте отношения Вин-вин Я тебе, гость Даю бонусы Но и ты для меня Что-нибудь сделай Например Порекомендуй мою компанию И получи за это бонусы То есть гости вам приводят Новых гостей Соответственно у них Кто приводит У того увеличивается скидка У него копятся бонусы Оставь положительный отзыв В отзывиках То есть я даю 100 бонусов Если ты в отзывах Оставишь 5 звезд В отзывике Гости начинают оставлять Обратную связь 5 звезд в отзывиках Ваш ресторан растет в рейтинге И из отзывиков приходят новые гости Опять привлечение новых гостей Например Оставь отзыв в социальных сетях И я тебе подарю столько-то бонусов Некоторые гости Идут в социальные сети Оставляют отзывы И вы же понимаете Что это user generation content Это самая лучшая реклама С самым высоким процентом доверия Люди верят людям Люди идут за людьми Поэтому гости о вас Рассказывают в своих социальных сетях И соответственно ваш ресторан раскручивается И тоже приходят новые гости То есть смотрите Или за определенный средний чек Или за покупку Какого-то конкретного блюда Которое вам нужно продать За это вы можете Мотивировать гостя Бонусами То есть бонусы Это мотиватор гостя Что-то делать ради вас И тем самым он это делает И у вас увеличивается прибыль Увеличивается средний чек Приходят новые гости По рекомендации Например Там Оставляют обратную связь В отзывиках И тоже и так далее То есть в этом случае Бонусная система Становится статьей Увеличения прибыли То есть вы начинаете Завимодействовать с гостями В соотношении Вин-вин Гость получает большую скидку Но он ради вас Можно сказать Работает немножко как промоутер И это кстати Бонусная система Они хорошо эмоциональны Интересны гостям Потому что такая Получается хорошая игра Поехали Дальше То есть еще раз напомню Как это работает Потому что если Механик устроит Таким образом Она как раз Начинает запускаться Классно У вас оцифровывается Клиентская база Соответственно В клиентской базе Вы сможете там Видите их имена Дата рождения То есть полностью Оцифрованы все данные О гостях И соответственно Можете отправлять В дальнейшем пуш Вновления То есть первый важный вариант Официант подходит Или у вас кассир Если это кофейня Говорит Хотите получить скидку 100 рублей Гость говорит Да хочу Скачайте приложение Гость скачивает приложение Получает свой вступительный бонус И в дальнейшем вопрос Будете тратить копить Это личное дело Каждого гостя И соответственно Он тратит копит И оставляет обратную связь А потом Так как у него приложение на руках Вы соответственно Можете с ним работать Коммуницировать И соответственно Увеличивать прибыль Клиент будет нажимать Кнопку рекомендовать Например Хорошо Поехали Обратная связь Это основа программы лояльности Это того Что я еще хочу Раз вам напомнить То что если вам кто-то говорит Что программа лояльности Это история про бонусы и скидки Это полный бред Основа программы лояльности Это обратная связь Понимать впечатление гостя Нравится ему у вас Или не нравится Вы же понимаете Что если гостю Не понравился сервис Никакие бонусы и скидки Его не вернут Поэтому Гостей надо понимать Впечатление При каждом их посещении Идем дальше И бонусная система Как я уже говорил Должна увеличивать прибыль А не скидки раздавать Надо из бонусных систем Из скидочных систем Делать статьей Увеличение прибыли А не просто расходником Каким-то Идем дальше В чем плюсы еще Мобильных приложений Они могут отправлять Пуш-овдомления Чем прекрасны Пуш-овдомления Они бесплатные То есть в отличие От других каналов Коммуникации Например смс Пуш-овдомления Бесплатные И что важно Хороший контент То есть Пуш-овдомления Более конверсионные Более рабочие Чем смс Почему? Потому что Весь маркетинг Сегодня визуальный То есть человек Сегодня лучше Воспринимает информацию И готов что-либо делать Если он это видит Он видит картинки Вы могли посмотреть Это из социальных сетей Почему люди Смотрят социальные сети Потому что там есть картинки И соответственно Они можно сказать У себя покупают образы И что очень важно В отличие от Валет карт Вот эти Apple Валет Google Pay Карты В мобильном приложении Пуш-овдомления Более конверсионные Почему? Потому что В мобильном приложении Пуш-овдомления Имеет Больше контент То есть Есть детальная информация О новости Вот например Если вам придет У нас новое меню Вот например Вот это Пуш-овдомление Что-то новенькое И вот эта картинка Вот вторая справа Оно Можно его сделать Только в приложении Если вам придет Пуш-овдомление По валет картам Что-то новенькое И вы на него нажмете У вас просто откроется QR-код Или штрих-код Просто откроется карта А если в мобильном приложении Пуш-овдомление Такое отправить То у вас откроется Вторая страница То у вас откроются Картинки Прикрепленные блюда И я могу сразу На блюдо нажать И сразу заказать Доставку Например То есть это имеет Большую конверсию То есть Пуш-овдомления Они яркие Красивые С картинками Поэтому они Круче смс И пуш-овдомления Это возможность Доставить информацию Для каждого гостя Вы же понимаете Ну тоже На уровне здравого смысла Что не все ваши Кости и клиенты Подписаны к вам На социальную сеть И возникает вопрос Вот те люди Которые не подписаны Ко мне на социальную сеть Как до них Доносить информацию Вот как раз Вот эта тема И отвечает на этот вопрос То есть зато Эти гости Участвуют у вас В бонусной системе А если они участвуют То есть как минимум Хотя бы один раз К вам приходили А если они к вам Один раз Приходили То они попали К вам в базу И вы им Отправляете Пуш-овдомления То есть они На социальную сеть Могут быть к вам Не подписаны И это часто история Потому что человек Не подписывается На социальной сети Ресторанов Потому что Ему и так все понятно Как у вас дела Как этот ресторан Выглядит И так далее Но зато он участвует В бонусной системе Он как минимум Один раз у вас был Означает Что получает От вас уведомления И тем самым Вы этими уведомлениями Можете Притягивать гостей чаще Либо например Чем хорошо приложение Приложение хорошо тем Что оно знает О человеке Как бы все Ну например Как зовут гостя Например Меня зовут Айрат Измаев И когда у меня день рождения И какой у меня пол Теперь Если мы знаем День рождения Мы можем поздравлять С днем рождения И дарить какие-то бонусы Тем самым Увеличить лояльность Но можно было поступить Еще интересней Почему бы не поздравлять С днем рождения Заранее За 5 дней Отправляйте Пуш уведомления Дорогой друг Мы знаем Что у тебя Скоро день рождения Вот тебе Тысяча бонусов Надеемся Ты свой праздник Справишь Именно у нас И это работает Таким образом Увеличение Банкетной Загрузки На плюс 20% Потому что Вы же понимаете Люди думают Где справить День рождения А если вы первыми Напомните Еще подарите бонусы Он такой думает Блин Наконец-то вы ответили На мой вопрос Я приду к вам И так можно Поздравлять С любым праздником Если вы знаете Пол клиента Гостя То вы можете Поздравлять С 8 марта Тоже делать это заранее Потому что Девушки идут И пьют шампанское К вам в ресторан Если это 23 февраля То можете Опять пуш-уведомления Отправить девушкам Чтобы они Своего мужчину Сводили в бар На 23 февраля Отметить этот праздник Видите То есть Если вы знаете О госте Больше Знаете Как его зовут Какой у него Полудень рождения И есть Точка контакта С гостем Через пуш-уведомления Например То означает Что вы можете С ним работать Можете его уведомлять И соответственно Звать к себе На день рождения И это все увеличивает прибыль Хорошо Идем дальше Свое приложение Это своя доставка Все мы знаем о том Что у агрегаторов Доставки еды Высокая комиссия Более 30% Поэтому иметь Альтернативный канал Такой же удобный Доставки через вас Напрямую Это хорошая тема Потому что Первый раз Человек закажет Через агрегатор А второй раз Например он у вас На упаковке Увидит Что оказывается Он может заказать Через ваше приложение И при этом Не платить комиссию То есть Своя доставка Не имеет такую комиссию Большую А доставлять человеку Можно Например Использую Яндекс.Доставка Или использую Ну сервисы такси Использую Использую тариф Доставка Поэтому Таким образом Можно увеличивать прибыль Как людей Конвертировать Из агрегаторов В свое приложение Можно размещать На упаковке То есть Можно Закладывать Некий Сопроводительный Материал И человеку Придет такая информация Вот он заказал Например через агрегатор Доставок И потом увидел А сделай пожалуйста Второй заказ Через наше приложение Зачем это нужно делать? Во-первых Комиссию больше не платить При этом человек Вероятнее всего Перейдет на другое приложение Если вы там еще напишите А этот заказ Через наше приложение Тебе будет выгоднее У нас там есть бонусная система И вообще есть вступительная скидка Там 150 рублей И некоторые люди Следующий заказ Уже делают через ваше приложение Тем самым Еще второй плюс Заключается в том Что этот клиент Теперь ваш То есть когда человек Заказывает через агрегатор Это клиент агрегатора Вы не видите о нем информации Он не добавляется К вам в клиентскую базу А если он заказал через вас То он ваш клиент Он попал к вам В клиентскую базу И вы дальше можете Его поздравлять С днем рождения Играть с ним в историю Увеличение прибыли Через там Человек рекомендует Оставляет отзывы В отзывиках И так далее То есть он становится Вашим клиентом И в вашей клиентской базе Поэтому иметь Свое приложение Еще в качестве доставки Это крутая тема И это еще раз отвечает На вопрос Почему мобильное приложение Потому что мобильное приложение Могут делать все В мобильном приложении Можно делать Весь функционал маркетинговый Который возможен В том числе в приложении Можно делать Некий такой сайт Для доставки Где будет так же Удобно заказывать Как и через любой агрегатор Понятно Что эта вся тема Она интегрируется Там с учетными системами Сайк Аиркипером И другими учетными сел Ну и плюс Это позволяет делать Электронное меню И снижать расходы На бумажное меню То есть часто Люди гости Пользуются Не дожидаясь официанта Что очень важно Это увеличивать Скорость обслуживания Кур-код вы размещаете И человек просто С электронным меню Пока знакомится Пока к ним подойдет официант И соответственно Лишний раз Не дергает меню И там Не превращает его В рваную бумагу Это тоже Такой некий Такой Второстепенный Но тоже профит Погнали дальше Привлечение новых гостей Без бюджета Первая история Обуздайте Реферальную систему Действительно Много гостей По рекомендации Вы можете получить Почему некоторые гости Любят вашу компанию Любят ваш ресторан Но вас не рекомендуют Потому что Они об этом забывают делать То есть Если И иногда Они не понимают Как это делать То есть Чтобы рекомендаций Было много Придумайте им Простые правила игры Например Вы записываете В социальной сети Такое видео И говорите Спасибо большое Что вы к нам приходите А можете Пожалуйста Нас порекомендовать Это делать Очень просто Просто нажмите кнопку Рекомендовать В нашем приложении И отправьте ссылку Своим друзьям Видите Первое Вы просите Гостей рекомендовать Что очень хорошо Надо напоминать Гостям В том числе И через социальные сети Что вашу компанию Можно рекомендовать Тем самым Напоминать гостям Что это можно делать И второе Правила игры Как это сделать Как это сделать Здесь и сейчас Это очень важный момент Чтобы была Была эффективность Надо это Гостям дать Правила игры Чтобы он смог сделать Просто И здесь и сейчас Просто нажми кнопку Рекомендовать И отправь ссылку Своим друзьям И все И люди это делают Потому что все понятно Все понятно Я люблю ваш ресторан И я понимаю Как это сделать Просто нажимай кнопку Отправляй своим друзьям И вторая рекомендация Устройте конкурс Вот просто Устройте конкурс Купите телефон Можно китайский Недорогой 25 тысяч рублей Инвестируйте И сделайте конкурс О том Что порекомендуй Мою компанию Порекомендуй Мой ресторан И ты получишь Кто больше всего Рекомендации сделает Тот получит Этот телефон В подарок И соответственно Я вам сразу говорю О том Что клиентская база У вас настолько вырастет Что она с лихвой Купит этот телефон И к тому же Это научит гостей Рекомендовать вашу компанию Такой ведет Паттерн поведения Рекомендовать вашу компанию Второй важный Интересный момент Сейчас можно построить Такую систему Он называется Цифровой кросс-маркетинг Что это такое Я пришел в магазин одежды Совершил покупку И мне приходит Электронный сертификат Там с QR-кодом На 300 рублей скидки В ваш ресторан Я прихожу в ресторан Происходит то же самое Но в магазин одежды То есть я получаю Скидку в магазин одежды Что это такое Вы же понимаете Все ваши новые клиенты Гости Они ходят по другим бизнесам Почему бы их оттуда Не забрать То есть два бизнеса Между собой Обмениваются клиентской базой И это работает автоматически Автоматически Это очень важный момент Потому что мы знаем У малого бизнеса У предпринимателей Нет времени В чем плюс диджитал Он работает без тебя То есть один раз настроил И он работает без тебя То есть можно сказать Автоматизированный маркетинг Потому что у малого бизнеса Нет времени этим заниматься И мы часто слышали эту фразу Блин, все круто Но некогда Некогда Некому этим заниматься Некогда этим заниматься Поэтому здесь и приходит Малому бизнесу Помощь именно диджитал инструмента Потому что настроил И оно само работает Все Кроссмаркетинг настроил С какой-то компанией И он сам работает Все И просто смотрите статистику Сколько же гостей вам новых Пришло по этому способу И третий момент Который хотелось поделиться С точки зрения привлечения Это увеличение репутации В отзывиках Как это делать просто И как это делать автоматизировано А вот так Гость оставляет Еще раз вспоминаем Все идет от обратной связи Гость приходит Официант говорит Хочешь скидку 100 рублей Хочу Скачаю приложение Скачал Оставил обратную связь Теперь Если гость оставляет Обратную связь 5 звезд Это означает Что ему понравилось Это хорошее Триггерное событие Гостю все понравилось И следующее окошко Которое он увидит Порекомендуй мою компанию Порекомендуй мой ресторан Гостю же все понравилось Высокая конверсия рекомендаций Дальше гость рекомендует Не рекомендует Это как бы его личное дело И через 15 минут Ему придет авто сообщение Где будет написано Спасибо большое За высокую оценку А может нам пожалуйста Этот отзыв Оставить В Дублгейсе В Яндекс Отзывах В Гугле И так далее Где вам нужно прокачать Туда и оставляйте ссылку И многие гости Это делают Они просто переходят по ссылке Все очень просто Переходят по ссылке И оставляют обратную связь Тем самым Ваш ресторан Растет в рейтинге И оттуда приходят Новые гости Вот и все И при этом Еще раз напоминаю Это работает без вас Один раз настроил И оно само работает И у нас есть опыт Того что таким образом У нас там рестораны Выходили в топ 1 И оттуда приходили Новые гости А можно сказать В отличие от рекламы Что хорошо Эти гости Они Ну как бы Не надо было вкладывать Рекламный бюджет То есть они приходят С максимальной прибылью То есть в итоге Если вычитать там Доход минус расход Это получается Самым высоким доходом Потому что Это не реклама А гости пришли Без вложений Можно сказать В рекламу Идем дальше Покажу цифры Покажу примеры Чтобы убедить Показать вам О том то что Это не просто Какие-то игрушки Что диджитал Действительно Равно увеличение прибыли Я покажу даже Примеры вам Такие региональные Вот например Город Саратов Чихана Почему показываю Региональные примеры Потому что Иногда на своих выступлениях Слышу о том то что Предприниматели говорят Такие Ну Москва Питер Это понятно А как у нас В Саратове Это будет А как у нас В Ешкороле Там и так далее Поэтому такие Региональные примеры Того чтобы показать О том что это Работает вообще У каждого человека Есть смартфон Сегодня Что это работает В любом регионе Вот пожалуйста Скачали приложение Более 19 тысяч человек Клиентская база С приложением Накопилась Фактическая скидка Составила 7% Того что они Щедро раздавали бонусы Но по факту Скидка не такая уж И большая получилась По рекомендации Что важно 455 гостей На миллион рублей То есть По рекомендации Клиент бесплатный В отличие от рекламы Это хорошо Заказов через приложение Было более 700 штук То есть Они пользуются И агрегаторами И вот смотрите Когда есть свое приложение В том числе Гости делают заказы Через свое приложение И не надо платить Эту комиссию Там в 30% И собрано было Более 2000 оценок Иозов То есть вообще Там я показал Как бы основные Такие цифры Вкратце Вообще там профит От этого всего Получилось там На более чем 23 миллиона рублей Идем дальше Хлеб и мясо Город Мурманск Скачали приложение Более 7000 То есть видите Никаких проблем С скачиванием приложения Нет Люди готовы Скачать приложение Если им просто Рассказать речевой скрипт При этом Людям не важно Какое приложение Скачивать Надо просто им сказать Хочешь скидку такую-то Скачай приложение Такое-то И человек скачивает Приложение Хоть оно называется Рога и копыта Это не принципиально Вообще Главное Показать клиенту Выгоду Зачем он делает Это здесь и сейчас И выручка По рекомендации Более 200 тысяч рублей Средний чек С приложением Кстати на 15% Выше Потому что Если человек скачивает Приложение Вы же с ним Коммуницируете Он видит Ваши пожелания Оставляет обратную связь Вы реагируете На эту обратную связь Поздравляете С днем рождения И понятно Что лояльность выше А если гость Более лояльный То соответственно Он на них денег Больше оставляет Очень много оценок И отзывов Тоже профит Получился Более 4 миллионов рублей И третий кейс Это изба Это город Ешкарала Это такая некая Можно сказать База даже отдыха Это заведение Такое с национальной Русской кухней Скачали приложение Более 12 тысяч Выручка По рекомендации Более 2 миллионов рублей Это интересно Они раньше Отправляли смски Больше не отправляют Смски Тоже получился Определенный профит И собрано Более 2 тысяч оценок И соответственно Теперь они Каждый понимает Как их официанты Обслуживают При этом Интересный момент Я вам поделюсь Из практики Когда такую систему Сбора обратной связи Ставишь Даже сразу Замечаешь Что официанты Начинают обслуживать Лучше Потому что Мы же понимаем Что когда Владелец в заведении Все хорошие Все хорошо происходит Но когда Из заведения В заведении Владелец Отсутствует Персонал Делает все Что угодно И даже Администраторам Иногда доверять Ну как бы Не стоит Потому что Мы все понимаем Что это Человеческий фактор И администратор С персоналом Они как бы В дружеских отношениях И администраторы Не сдают своих ребят Условно говоря Я сам работал В заведении Управляющем И я знаю Что Такие связи Формируются И иногда Даже официант Косячит А вы как владелец Даже об этом Не в курсе И никто вам Об этом не расскажет А когда устанавливаешь Такую систему Она такая Знаете Она бесподкупная Она беспринципная И Официанты Начинают понимать Что без палева Уже не получится Что в любом случае Гость сам собой С своим телефоном Оставит обратную связь Поэтому единственное Что остается делать Это никак не скрыть Это просто начать Хорошо и внимательно Обслуживать Каждого гостя Потому что Клиент Обязательно Оставит обратную связь И даже И начинает понимать Что за тобой Как бы Есть определенный Такой контроль И он такой Очень объективный Не субъективный А именно Объективный Такой контроль Вообще Таких кейсов Много О том То что Таких заведений Которые внедряли Такие инструменты И добились успеха Их очень много В этом нету Ничего сложного Я хотел бы Чтобы вы не боялись Внедрять такие инструменты Внедряйте Пробуйте И действительно Увеличится прибыль Потому что Много других ресторанов Это уже делают Сегодня Это считается Совершенно Обычным маркетингом Внедрение Автоматизированных Систем Таких Диджитал систем По работе С клиентами С клиентами Я вас хочу Так побудить И вас мотивировать Того Чтобы это Вы сделали И тогда У вас увеличится Прибыль Что будет Вообще Супер Классно И увеличится И улучшится Качество сервиса Для ваших Гостей И клиентов Что я хотел Рассказать В своем Расступлении Вкратце Подвести Такой итог Первое Маркетинг Это не только СММ Мы в практике Увидели о том Что многие рестораны Многие заведения Они слишком много Акцентируют Внимание На социальные сети Но надо помнить Что сегодня Мир высокой конкуренции И социальные сети Есть у всех На этом уровне Уже почти Невозможна конкуренция Поэтому Чтобы выигрывать Конкуренции Чтобы давать Своим гостям Большее Лучшее качество Необходимо Внедрять И другие инструменты Быть более эффективны Быть на шаг Впереди Своих конкурентов Потому что В чем проблема Малого бизнеса О том Что отсутствует Диверсификация Маркетинговых инструментов То есть Все предприниматели Крутятся вокруг Социальной сети И потом Не дай бог Социальную сеть Блокируют И вообще Весь маркетинг Бизнеса сыпется Нельзя держать Яйца в одной корзине Поэтому Внедряйте Новые Инструменты Продвижения Компании И тогда Вы будете Более Более мощными Вы где-то 10% тут Получили клиентов Из ценной сети 5% И по рекомендации Клиентов Получили 15% Клиентов Из отзывиков Получили И так далее То есть Набирайте себе Пул инструментов И пул клиентов Из разных Источников И тогда У вас И гостей Будет больше И если Даже С одним Источником Что-то Происходит То по факту У вас Маркетинг Остается Таким же Твердым Целенаправленным Потому что Не все Крутится вокруг Например Там Социальной сети Не придумывайте Велосипед Важно Если вы хотите Внедрять Эти технологии То обращайтесь К тем Компаниям У которых Есть готовые Решения То есть Есть множество Компаний Которые вы Можете Просто прийти И сказать Мне нужно Вот это Мне нужна Система Сбора Обратной Связи И у них Это готово И они Сразу Вам Предоставят Потому что Когда вы Берете Готовые Решения Вы можете Сразу Их Применять И сразу Увеличивать Прибыль А не Ждать Разработки Полгода Потому что Полгода Можно Эффективно Работать И увеличивать Прибыль При этом Берите Готовые Решения У тех Ребят Которые Занимаются Не чисто Разработкой О которых Есть действительно Результат Они Можно Сказать И маркетингом Занимаются Которые Вам Покажут Сценарий Использования Потому что Вы должны Понимать Просто Сделать Мобильное Приложение Это Всего Лишь 30% Успеха Остальные 70% Успеха Заключается В том Как Вы Будете Использовать Как Вы Будете С ним Работать Как Механики Там Реализованы Как С И так Далее То есть Это Вопрос Внедрения И Некого Сопровождения Работы С этим Инструментом Поэтому Не нужно Просто Сделать Себе Приложение Надо Еще Понимать Зачем Вы Это Делаете И Как Оно Должно Мотивировать Клиента Увеличивать Прибыль Какие Там Будут Сделаны Механики Следующий Момент Нужна CRM Система Любому Заведению Нужна CRM Система Выстраивания Отношений С гостями CRM Системы Бывают Разные Например Есть CRM Системы Учета Там Айка Эркипед Там Есть CRM Системы Но Это CRM Системы Учета Учета Прибыли Учета Блюд Скот 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 Учета И так Далее А Нужны CRM Системы Внедрять Которые Позволяют Строить Отношения С гостями То есть CRM Системы Которые Собирать Обратную Связь Поздравить С днем Рождения И так Дальше То есть Это CRM Системы Некого Нового Вида Выстраивания Отношений Обязательно Их Внедряйте Потому что Выстраивать Отношения С гостями Нужно Они Приносят Вам Деньги Все Что должно Быть Оцифровано Все Должно Быть Оцифровано Не Нужно Строить Никаких Фантазий Если Вы Используете Какой-то Рекламный Инструмент Вы Должны Сразу Понимать Результат Сколько Вы денег Вложили Сколько Из них Принесло Например Вы Решили Протестировать Рекламу В лифте Как Измерить Рекламу В лифте Просто Разместите Там QR-код И напишите Там Сосканируй Этот QR-код И получи Скидку 300 рублей На первое Посечение И вы Тогда Будете Понимать Сколько Людей Пришло Сколько Денег Они Оставили И Что Самое Интересно Когда Это Вы Будете Сделать QR-код Люди Сканируют QR-код И сразу К вам Попадают В базу То есть Например Сосканировал 300 человек 100 из них Пришло Оставили Столько Денег А 200 Человек Которые К вам Не Пришли Вы Отправляете Им Пуш Ведомления Коммуницируйте С ними И Приводите Их Своё Заведение Вот Почему Надо На рекламных Источниках Всегда Использовать QR-коды Либо Использовать Магнитные Ссылки Например В социальных Сетях Пустили Рекламу Сказали Перейди По этой Ссылке И получи 300 рублей Человек Переходит Попадает Сразу В базу И Соответственно Вы В дальнейшем С ним Работаете И Понимаете Рабочий Это Инструмент Рекламный Или Нерабочий Автоматизируйте Всё Что Можно Автоматизировать Потому Что Вы Должны Фокусироваться На важном Вообще Убирайте Рутину Из Бизнеса Поэтому Хочу Я Своё Выступление Закончить Такой Фразой Что Автоматизация Это Свобода Давайте Зададимся Вопросом Почему Люди Открывают Бизнес Люди Открывают Бизнес Чтобы Никогда Не Работать А Чтобы Никогда Не Работать То Есть Построить Такой Бизнес Процесс Где Вы Как Владелец Можете Отойти Отдел И Условно Говоря Купить Билет На Бали Там Серфинг Ретрит И Жизнь Удалась Но Чтобы Такое Было Необходимо Построить Системный Бизнес Тот Бизнес Который Работает Без Тебя А Это История Про Автоматизацию Поэтому Автоматизируйте Все Что Можно Автоматизировать Убирайте Рутину И Фокусируйте Только На Важном Никакой Рутины Будет Расти И Соответственно Увеличится Прибыль И Вы Подарите Себе Ту Самую Предпринимательскую Свободу